Знаете, многие люди ищут благосклонного, то есть лица правителя, но судьба человека от Господа. Аминь. Наша судьба от Господа. Его в руках все. Аминь. Он держит в своей руке нашу жизнь, наше настоящее будущее. Все принадлежит Ему. Ему вся слава. Знаете, Бог учит каким-то вещам, которые мы иногда чрезвычайно переживаем. Если мы знаем, что наша судьба от Господа, то нам нужно знать Его волю. Нам нужно знать, а что Бог желает от меня. Что Бог желает, к чему Он призывает и как узнать Его волю. Мы иногда переживаем, заботимся о каких-то вещах чрезвычайно. Но важно иметь мир Божий, который превыше всякого ума. Важно иметь мир Божий внутри, чтобы мы могли противостоять. Филиппийцам 4 глава 6 стиха написано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть «Не заботьтесь ни о чем». Кто заботится о чем-то? Да все мы заботимся. Но Бог говорит «Не заботьтесь ни о чем». Знаете, есть то, что мы сильно переживаем и сильно пренепрягаем свой разум, напрягаемся, думаем, как вот это, как вот эти проблемы, как с этим решать, как вот здесь болезни, здесь финансы нужны, здесь отношения, что-то не так. И много-много всего того, о чем мы заботимся. И когда мы приходим в молитве, наши заботы настолько сильно погружают нас, что мы не ищем лица Божьего, но мы ищем ответы на наши нужды. Мы ищем не Бога, а ищем ответы на наши нужды. Смотрите в свое сердце, смотрите, когда вы молитесь, о чем вы думаете, что в вашем разуме. Написано, что «Но всегда с благодарением», то есть «Всегда прощение с благодарением открывайте свои желания». И написано о своей заботе, о своей желании, о чем мы желаем. Наши желания. Желания и заботы – это разные вещи. Заботы – это житейские заботы, о чем, ну, не нужно, Библия говорит, не заботься ни о чем. А желания – Бог дает. Желание – прославить Его Святое Имя. Весь то, что Бог желает дать нам. Весь то, что Бог желает. Но для этого нужно войти в Его Святое присутствие и быть Его в присутствии, чтобы открывать, открывать свои желания перед Богом. Не перед человеком, но перед Богом открывать свои желания, потому что эти заботы не дают нам открывать свои желания. Эти заботы, житейские заботы, они не дают открывать желания. И нам нужно войти в его присутствие и войти и понимать, что судьба человека от Господа, и нам нужно знать ту судьбу, которую Бог предназначил, знать, к чему Бог призвал, и желание, которое Он вложил в наши сердца. И Псалом 26 глава 8 стиха написано, «Сердце мое говорит о Тебе, и ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего Господи». Знаете, сердце говорит, царь Давид знал Бога, знал Его сердце, знал, что Господь желает, и Он говорит об этом, что «Мое сердце настолько сильно желает увидеть Тебя, настолько сильно жаждет». Знаете, Иисус говорил о том, что у Него есть пища, о котором ученики не знали. Иисус говорит, у Меня есть пища, у Меня есть то, что Вы не знаете. И вот эти желания, которые внутри есть, не всегда человек понимает, но для этого нужно вникать, нужно вникать в Слово Божие, нужно изучать Слово Божие, чтобы понимать, что за пища Господь желает нам дать. Иисус имел вот это сердце, жажду, чтобы иметь, это пища, чтобы передать людям Евангелие, передать людям свое сердце. Вот это и была Его пища. И царь Давид говорит, сердце мое говорит о Тебе, ищите лица моего. Сердце жаждет Бога. Сердце жаждет, это пища, которую Бог, знаете, вот это духовная пища, которым нам нужно нуждаться. Но мы иногда заботимся не о том. Ученики, они заботились о каких-то, вот они думали, что Иисус говорит о каких-то, о хлебе говорит, о том, что у Него есть хлеб. Но Иисус говорил о том, что у Него есть пища творить волю Отца. Чтобы иметь эту пищу, нужно жажда. Чтобы Господь дал нам пищу, чтобы мы могли накормить других. Но для этого нужно смотреть в свое сердце, если я думаю только о себе. Как я могу иметь ту пищу, которую Бог желает передать этому миру, передать нуждающимся, передать тем, которые сегодня находятся в трудных обстоятельствах жизни. Для этого нужно, чтобы мое сердце искал Господа, и Он даст все необходимое, даст силу, даст помазание, чтобы я мог передать это помазание. И нам нужно жаждать. Знаете, когда человек, он живет не в Боге, будучи христианином, он живет без Бога. Или не молится, не читает Библию, приходит деградация в жизни человека. Представьте, если вы не будете кушать два дня, три дня. Ну хорошо же, когда вы поститесь. Хорошо, когда вы отказываетесь от пищи на время. Но если человек, он не кушает несколько дней, неделю, потом месяц, знаете, уже человек не может кушать нормальную пищу. Ему нужно восстановление, нужно, чтобы осматривали организм. И потом уже, если долгое время не кушать, то потом приходится уже, ну, вмешательство медицины. Так же и жизнь христианина, когда человек, он долгое время не молится, он даже и об этом не жаждет. И он даже не хочет уже эту пищу духовную. Два-три дня не молятся, а потом уже и желания нет. Многие люди говорят, что если несколько дней не кушать, то уже потом желание пропадает. Потом уже человек не чувствует голод. И аппетита нет. Вроде кажется, что нормально, но со временем дают о себе знать. Так же и в духовном сфере. Когда мы не кушаем, мы не молимся, мы не читаем Библию, потом и желание пропадает. И эта пища уже, сердце мое говорит о тебе. Почему говорит? Потому что я жажду, я ищу, я молюсь, я нуждаю в тебе Господь. Я возрадовался, когда сказали, пойдем в Дом Божий. А откуда эта радость? Потому что есть отношения с Богом. Я выстраивал эти отношения с Богом. Знаете, была женщина Анна, которая молилась Богу, чтобы Господь дал ему сына. И она долгое время молилась об этом. И однажды написано, между тем, это 1 царств, 1 глава 12 стиха, Между тем, как она долгое время перед Господом молилась, то есть Илья смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Илья счел ее пьяной. И давайте еще зачитаем 11 стиха в этой же главе. «И дала обеты, говоря Господи Саввафи, если ты презришь на скорби рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабы твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Знаете, ситуация такова. «Она молится перед Богом, и даже не слышно, что она молится, и она говорит в своем сердце». Знаете, почему так случилось? Написано, что вот это была соперница, которая принудила ее к ропоту, к недовольству, потому что у нее были дети, а у Анны не было детей. И из-за этого она переживала, и она начала молиться. Знаете, интересно, что она просит у Господа, что дай мне сына Господь, и я отдам его тебе. «А Господь, а зачем мне сына, если я отдам?» Вопрос. Знаете, есть то, что мы не видим сердца человека и отношения с Богом. Почему она так просит? Многие из нас просят, чтобы доказать или показать, что вот она ропчет, она доводит меня до ропота, зачем она так делает? Я сейчас буду молиться, просить у Господа, чтобы Господь дал мне, и докажу, что что-то докажу. Но она просит Господа, Господь, дай мне сына, и я отдам его на всю жизнь тебе. Она обеты дала Господу, то есть она обещала Господу, что Господь, я отдам его на все дни жизни тебе. Знаете, мы иногда просим для себя, чтобы свои желания восполнить, чтобы себе было хорошо, чтобы себе было приятно. А эта женщина, она просит, чтобы прославить Господа. Говорит, Господь, отдай, но для тебя. Господь, дай мне, чтобы я мог много сделать для тебя, чтобы я мог послужить тебя, Господь, чтобы я мог посвятить его тебе, Господь. Знаете, мы что-то имеем, а мы не можем отпускать. Что-то благословил Господь, но мы держим это и не отдаем, чтобы Господь явил свою славу. Мы знаем историю, что потом Илья, этот Илья, пророк, благословляет, и она имеет, потом Господь дает ее еще детей. Господь дает еще трое детей. Но почему так случается? Разве она знала, что Господь благословит и откроет окна небесные и даст еще детей? Она не знала об этом. Она просто делает шаг веры. Она знает, что Бог, с Богом возможно все. Для Бога нет ничего невозможного. и возлагает на жертвенник, Господь, ради Тебя, ради Евангелия, ради того, чтобы Ты был прославлен, Господь. Я возлагаю на жертвенник. Я отдаю ради Тебя, Господь, не для своих целей, не чтобы мне было хорошо, не для того, чтобы Он помогал мне, чтобы мне тяжело, скоро возраст, и мне нужен тот, кто поможет в трудный момент жизни, когда я буду болеть. Но она об этом не думала. Она говорит, Господь, возьми на всю жизнь, возьми, Господь Божий, используй для Твоей славы. Я доверяю Твои святые руки. Знаете, мы иногда включаем свой разум, и мы хотим что-то доказать, что-то говорить. Но Бог желает, чтобы мы открывали свое сердце, открывали свои уста и с благодарностью говорили это. Знаете, Бог выйдет в наши сердца. И когда Библия говорит, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и спрощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что у тебя в желании в сердце? Вопрос. Что ты желаешь сегодня? Посмотри на свое сердце. О чем ты просишь у Бога? Свои желания перед Богом, когда открываешь. Да, хорошо, если ты открываешь с благодарностью, когда ты приходишь в присутствие Божьей, ты говоришь, Господь, благодарю Тебя, Господь, прославляй Тебя, Господь, спасибо, что Ты есть. Написано, что прощение, благодарение, открывайте свои желания перед Богом. Но вопрос, а что за желания у тебя? О чем ты желаешь? О чем ты просишь? Знаете, в Филиппийцам 3 глава 7 стиха написано, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почет четою, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Знаете, есть то, что было преимуществом для апостола Павла, но ради Христа я почет четою. «Не знаю, какое преимущество тебе дал Господь, но что ты, какие возможности Бог дает нам?» Но апостол Павел говорит, «Ради познания Христа я отказался от всего». Для чего это он сделал? Знаете, когда мы понимаем, что Бог может несравненно больше? И Анна, она понимает, что Бог может несравненно больше, поэтому я доверяю свою жизнь Его святой руке. Я доверяю свою жизнь, потому что я знаю, что это дитя. Бог не оставит меня, Бог не оставит моих детей, Бог не оставит стыдей, потому что Бог позаботится. Но для этого нужно перешагнуть. Знаете, мы думаем, один шаг вперед, Бог смотрит дальше, когда она думает, «Господи, дай мне Сына», а Бог смотрит целое поколение. Можем ли мы мыслить правильно? Можем ли мы думать дальше, чем то, что есть? Это наша вера. Апостол Петр пошел на рыбалку, и написано, что ничего не поймали, и они промывали сети, и Иисус пришел и вошел его в лодку. и стал учить, и потом говорит, плевайте на глубину и закиньте сети. И они поймали множество рыб. А что в этом Иисус остановился и сказал, «Молодцы, я помог вам». Иисус говорит, «Не бойся, будешь ловцами человека». У Бога большие планы на нашу жизнь. Мы думаем, если бы вот это было бы достаточно. Но Бог говорит, «Иди дальше за мной». И написано, что оставили сети и пошли за Иисусом. Только что вот то, о чем мечтали они, то, о чем они желали, всю ночь ничего не поймали, вот, они поймали, только что Господь благословил, они поймали множество рыб. А что дальше? А дальше написано, что оставили эти сети, оставили все и пошли за Иисусом. Но только они заботились об этом, чтобы поймать множество рыб. Как они могли оставить и уйти за Иисусом? Знаете, потому что они понимали, кто Иисус и что Он может сделать. Когда мы поймем, то наша забота, вот, не заботься ни о чем, но в молитве, благодарением открывать свои желания, и мир Божий, который превыше всякого ума. Он знает, как помочь, Он знает твою судьбу, Он знает, как благословить тебя, Он знает, как решать твои вопросы, Он знает, как хранить тебя, оберегать, дать тебе будущность, надежду. Но знаем ли мы, готовы ли мы сделать шаг вверх, или мы оберегаем? Там написано, что Господь дал десять мин одного раба, и этот человек умножил на Ишоль на десять, а второму дал пять, и тот тоже умножил, а этот, который получил один, и пошел, и закопал, а потом, когда Господин пришел, он взял, принес, ну, на, возьми твое. Так же бывают, люди с своими детьми так делают, бывают, в своей жизни так делают, Господь, вот моя жизнь, возьми, а что ты сделал, живя на этой земле? Вот Анна понимает, что разве я прошу от Господа, Сына, для того, чтобы исполнить свои желания? Разве я прошу Господа сверхъестественно, чтобы Господь вмешался в эти обстоятельства, для того, чтобы мои вопросы решали? Сколько людей Господь исцелял? Сколько людей Господь накормил? Но сколько людей шли за Иисусом ради того, чтобы исполнить Его волю? Иисус говорит, вы идете за мной не потому, что видели чудо, не потому, что вы увидели славу мою, не потому, что вы увидели, что я Господь, но потому, что вы ели хлеб и носители. Бывает, Господь решает наши вопросы, и нас уже церкви нету, у нас времени нету ходить в церковь, а Анна, она посвятила своего сына на все дни жизни, как это может быть? Кто бы из нас отдал бы своего ребенка навсегда в церковь? Ведь в церкви живет, в церкви кушает, в церкви всю жизнь в церкви. Мы же, а как же образование, а как же то, а как будет жить? Мы настолько заботимся о таких вещах, когда Господь уже позаботился, но когда мы доверяем Господу, то Бог открывает новые возможности, для Бога нет ничего невозможного. Но понимаем ли мы это? Осознаем, что Господь Он может намного больше, Бог смотрит намного дальше, Бог видит намного дальше. Как я могу увидеть? Та женщина, которая пришла возле колодца, Иисус говорит, дай мне петь. Та женщина говорит, как ты можешь просить, будучи иудеем? И дальше Иисус говорит, что у меня есть вода. Если я дам от тебя реки воды потекут. Женщина говорит, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда. Опять же, мне не приходить сюда. Ты хочешь, ты желаешь решать свои проблемы, да? Ты желаешь решать свои вопросы, чтобы Господь позаботился, чтобы тебе не приходить сюда, потому что лень, или неудобно, или люди смотрят на тебя, или еще что-то. Господь дает силу, дает помазание не для того, чтобы решать только свои проблемы. решает твои проблемы, Бог позаботится. Но Господь дает силу и помазание для того, чтобы мы возлагали на жертвенник. Знал ли Авраам, что Господь, он умножит его потомство, когда он возложил на жертвенник Исаака? Знал ли, что Господь, Библия говорит, что знал, Библия говорит, что он верил, что Бог может воскресить? Эти отношения с Господом намного сильнее, когда мы знаем, кто наш Господь. И когда Бог, даже написано, что искушал Авраама, когда мы впадаем в искушение, как мы боремся? Возлагаем на жертвенник, возлагаем Господь, как Иев сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа, благословен. Я знаю, что мой Спаситель жив, но он из праха может поднимать, из праха может воскресить меня. Я не смотрю на свое тело, я смотрю на Господа, я не смотрю на свои проблемы, я смотрю, как бы послужить Господу. Анна не смотрит на свои проблемы, Господь, а как мне дальше жить? А как я бы из детства, я как могу дальше жить? У меня проблемы будут, у меня там помощь. А кто будет заботиться обо мне в возрасте? Но она говорит, Господи, ради Тебя я доверяю Твои святые руки, Господь, этого дитя, Господь, я отдаю Твои святые руки, я знаю, что Ты позаботишься, я знаю, что Ты хранишь и оберегаешь, я знаю, что Ты можешь сделать несравненно больше. Друзья, иногда Бог просит нас сделать какие-то безумные вещи ради Христа. И апостол Павел говорит об этом, что я безумен ради Христа. И 2 Тимофея, 2 глава с 8 стиха написано, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которого я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз, посему я все терпел ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе и с вечной славой. я страдаю, апостол Павел говорит, ради Христа, но это великая радость для меня, но не только за Христа страдаю, мы читаем дальше, что посему я все терпел ради избранных, дабы и они получили спасение. вот этот человек, который не думает о себе, не думает, что а как же я? Он говорит, я все терпел ради избранных, а как же ты? Почему ты терпел ради других? Почему ты страдал ради других? Знаете, нам иногда не понять, потому что человеческая натура это вокруг себя, вот думать о себе, вот как бы покушать, как бы тебе было хорошо, комфорт, апостол Павел говорит, я претерпел ради избранных, чтобы они получили спасение, чтобы они приобрели спасение. Друзья, если каждый из нас заботился только о себе, как бы мы созидали царька? Нам нужно перешагнуть, нам нужно смотреть дальше, нам нужно увидеть, написано, что помни Господа Иисуса Христа от Семени Давидова, воскресшего из мертвых. Знаете, нам нужно вспоминать, нам нужно войти в тайную комнату, иметь близкие отношения, восстанавливать отношения с Богом и понимать, потому что иногда человек забывает. Знаете, нужно было Моисею подняться на гору и проводить время с Богом, чтобы правильным взглядом смотреть на этот народ, чтобы получить ответы от Господа, чтобы Господь говорил к нему, что делать и как делать, потому что Аарон, который остался внизу, он так же поступил, как остальные люди, потому что они повлияли. И для того, чтобы кто-то немышлый не повлиял на твою веру, тебе нужно подняться на гору, подняться в молитве, подняться в Слове Божьем, в отношения с Богом, чтобы принести благословение, чтобы принести Дух Божий, чтобы принести атмосферу Божью в жизнь других людей. И он вошел в эту гору, чтобы увидеть нужду, чтобы увидеть Анна, она долгое время она молилась, чтобы Господь ответил. Знаете, она пребывала в молитве и сердце своем, говорила она. Это говорит о том, что у нее были близкие отношения с Богом, и даже Илья, пророк, он не заметил это. Настолько вот эти отношения, они были близкими, что даже человек, который имеет большой опыт, он не мог понять, что происходит. Вот такие отношения с Господом поправляют наши светильники, чтобы не думать о себе, не думать о своих проблемах, не думать о своих нуждах. Если бы каждый из нас, еще раз повторяюсь, думал о себе, то не было бы церкви. Но иногда дьявол приходит, чтобы украсть, украсть ценности Божьи, украсть отношения с Богом, украсть то, что важно, то, что ценно. Но Бог опять же говорит, не заботься ни о чем. Но всегда в молитве с благодарением открывай свои желания перед Господом. Не с ропотом, не с каким-то недовольством говори свои желания. А как мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши? Мир Божий, он придет в твое сердце, но для этого нужно готовить это место. не с недовольствием, а написано с благодарением. Открывайте свои желания перед Господом, чтобы мир Божий пришел и наполнил наши сердца. Мир Божий, который превыше всякого ума. Все заботы ваши возлагайте на него, потому что он печется о нас. Друзья, это может сложно, это может непонятно, но я верю, что, знаете, нам нужно пребывать в молитве. У меня бывают такие ситуации в жизни, что семья, дом и вопросы какие-то, нужды. Я понимаю, что как бы ты решаешь одни проблемы, приходят другие проблемы, ты вот эту проблему решаешь, другие заботы приходят. И вот так бесконечно бывает. И я говорю, стоп, Господь, а где отношения с тобой? Где молитвы? Где твое слово? Знаете, я нахожу время, чтобы я стараюсь найти вот такое время свободное, чтобы пребывать качественно с Богом время провести. Нам нужно эти отношения, как Анна, она нашла это время, когда все кушают, когда все там радуются, она нашла время, чтобы качественно с Богом поговорить, чтобы Господь говорил к тебе. Знаете, много вопросов у нас бывает. А когда мы приходим и его в присутствии, многие вопросы уходят, потому что он намного больше, чем твои вопросы. Бог намного больше, чем наши какие-то проблемы, которые мы каждый день в этом находимся. Нам нужно научиться Иисус говорил, идите и научитесь от меня. Знаете, нету, вот я нигде не читаю вот в Евангелии, чтобы было где-то написано личная жизнь Иисуса Христа. У него не было лишней жизни. У Иисуса вообще не было лишней жизни. То есть всегда люди всегда окружали его, всегда везде искали его. Если бы вам так обратились люди, что вот у меня забота, вот это помоги, вот там, у нас бы, наверное, уже психическое расстройство было бы. А Иисус, Он знал Отца, Он проводил время. Знаете, плоть обманывает, говорит, да лежи, поспи, ты же устал. Знаете, как бы мы не выспались, все равно духовно мы не назыдаемся. Духовно мы не назыдаемся. Как бы мы не отдохнули, духовно мы не назыдаемся. Потому что сила только в Нем и в молитве, и в поклонении Ему. Вот тогда мы наполняемся Богом, и Бог дает силу. И когда мы разрушаем дело плоти, то Бог дает силу, чтобы мы могли побеждать. Аминь. Слава Господу. Давайте встанем, братья и сестры. Помолимся. Но прежде чем помолимся, я хотел обратиться к тем людям, может вы впервые на этом месте, вы никогда не просили Иисуса простить ваши грехи и стать вашим Господом и Спасителем. Если есть такие люди, я хотел вместе с вами помолиться, можете поднять руку. Есть такие люди? Не вижу рук, но нас смотрят онлайн, и если вы такой человек, я бы хотел вместе с вами помолиться. Я буду говорить слова молитвы, вы можете повторять за мной. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос умер на кресте и воскрес за мое оправдание. Иисус Христос, прости все мои грехи, войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. Я доверяю свою жизнь в твои святые руки, Господь. Благослови храни меня во имя Иисуса. Аминь. И если вы молились такой молитвой, то позвоните нас по телефону горячей линии и дадим вам информацию о церкви. Если вы из другого города, то поможем вам найти церковь и дать вам на ваши ответы, на ваши нужды, на ваши вопросы. И помолимся еще, пребудем в молитве. Господь Боже, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты, Господь, Боже, Боже, даешь нам силу, Господь Иисус Боже, даешь нам благодать, Господь, Бог мой. Боже, прославься и возвеличься, Господь, Боже, говори к нам, Господь, научай, Господь, наставляй, Господь, Иисус Боже, поправляй наши светильники, Господь Иисус Боже, дай нам жаждать Тебя, Господь Иисус, Бог мой. Все эти заботы, Господь, возлагаем на Тебя, Господь, Иисус, Бог мой. Ты сказал, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, Боже, благодарением открывайте свои желания перед Господом. Боже, дай нам силу, Господь, пребывать в молитве, Господь. Дай нам силу, Господь Иисус, Боже, не заботиться, Господь Иисус, иметь сердце, Господь Боже, где наполняет мир Божий во имя Иисуса Христа. Дай нам сердце, Господь, правильное, Господь Иисус, Боже, Господь Иисус, помоги нам, Господь, увидеть Твою славу, Господь, помоги нам увидеть Твою силу, Господь, благослови Твой народ, Господь, Боже, храни и оберегай, Господь, наполняй Духом Святым, наполняй Твоим присутствием, Господь. Боже, мы жаждем Тебя, Господь, мы жаждем Твое Слово, Господь Иисус, Боже, говори, Господь, говори к нам, Господь, тогда, когда Ты желаешь, Господь Иисус, Бог мой, Боже, мы нуждаемся в Твоем присутствии, Господь, мы жаждем Тебя, Господь Иисус, Боже, излей благодать, излей помазание, Господь, излей, Господь Иисус, Боже, во имя Иисуса Христа мы ожидаем от Тебя, Господь Иисус, Бог мой, Говори к нам, Боже, научай, Господь, и наставляй во имя Иисуса Христа, Господь. Прославься и возвеличься во имя Иисуса. Аминь.